Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рубы по боксу среди юниоров прибыли спортсмены из 28 стран всех континентов. Совсем скоро Анапу встретит главный праздник лета – открытие курортного сезона. В преддверии этого дня мы узнали много интересных подробностей о предстоящем событии. В сквере Гудовича в этот день гостей встретит парк здоровья «Зарядись на лето». Об этом нам рассказал начальник управления по делам молодежи городской администрации Владимир Тельнюк. Молодежная акция «Зарядись на лето» традиционная, уже стала традиционной в городе-курорте Анапа. На большие праздники, в хорошую погоду сквер Гудовича превращается в одну большую интерактивную площадку, где можно отлично провести время, отдохнуть, почувствовать, что такое действительно открытие курортного сезона в городе-курорте Анапа. И, насколько я знаю, таких мероприятий, по крайней мере, у нас на курортах Казарского края, не хватает и мало. А в Анапе у нас достаточно много, поэтому приходите все к нам 11 июня, мы вас всех ждем. В парке здоровья вас встретят ростовые куклы, аниматоры, будут работать возможные тематические площадки с играми и конкурсами, в числе которых веревочный парк, рыцарские бои, мастер-класс по изготовлению выпечки, арт-площадка «Воздушные змеи» и еще много всего интересного. План-схему парка здоровья вы можете найти на нашем сайте. А также в день открытия курортного сезона разыграют много замечательных призов. Настоящую курортную лотерею проведут 11 июня. Счастливый билет будет получать каждый участник мастер-классов, конкурсов и развлекательных программ. Призы организаторы праздника приготовили интересные. Также в этот день в Анапе появится арт-квартал и откроется зона гостеприимства. С 13 часов у фонтана на Свято-Осеевской площади перед администрацией начнутся мастер-классы по боди-арту, к художественной росписи состоится тимбилдинг программы «Анапа многогранная» с участием ведущих артистов города-курорта и Краснодара. Гости интерактивных площадок будут получать лотерейные билеты. С 18 до 20 часов здесь же на площади у музыкального фонтана пройдет розыгрыш лотереи. Среди призов экскурсии в Сочи, на Пшатские водопады, посещение дельфинария, СПА-процедуры в ведущих санаториях Анапы, морские прогулки, романтические ужины в ресторанах курорта и много других призов. И к другим темам. Дорогу над подземным переходом станицы Анапской откроют к официальному началу курортного сезона. Отделочные работы внутри объекта завершат еще через две недели. Строители отмечают, что столкнулись с определенными техническими трудностями. В администрации подчеркивают, что главное в этой ситуации обеспечить безопасность жителей и гостей города-курорта. В подземном переходе начались отделочные работы. Предстоит облагородить почти 700 квадратных метров стен и потолков. На земле идет укладка асфальта. В городской администрации говорят, что автомобильное движение откроют к 11 июня. На внутренние работы потребуется еще примерно пара недель. В это время пешеходы будут ходить, как и раньше, по старой зебре. Такое решение было выработано сегодня совместно с ГИБДД. Самая главная задача – это безопасность жителей, которые для чего делали этот переход. Для того, чтобы обезопасить всех этих же жителей, которые живут в Санкт-Петербурге при переходе через эту дорогу. Мы для этого его делали. Спасибо им местам, которые ответили на эти дела. Строительство пешеходного перехода в Анапске идет с февраля текущего года. За это время специалистам пришлось решать ряд технологических задач. В частности, уже вырытый котлован заполнился водой после весенних дождей. Ее откачивали. Также из-за подвижности грунта решили оставить так называемые шпунты – специальное ограждение, которое фиксирует стены котлована по периметру и изначально должно было быть демонтировано. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. Главное, что приобретут и пешеходы, и автомобилисты комфорт на оживленном участке. При этом объект, строительство которого заняло 4 месяца, будет служить десятилетиями. Глава НАПО встретился с известным спортсменом Олегом Ченом и его тренером Петром Курбацким. Сергей Сергеев поздравил Олега и его наставника с очередной победой на чемпионате России по тяжелой атлетике. Заветная цель Олимпийской игры в Рио-де-Жанейро стала еще ближе. Напомним, лично командный чемпионат России по тяжелой атлетике проходил в Владикавказе. Мужская сборная Краснодарского края стала первой в командном зачете, а женская – серебряным призером. Кубань выставила на соревнование сборную в составе 15 сильнейших атлетов. Итог выступления кубанцев – 9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Из числа которых анапский спортсмен Олег Чен в сумме двоеборий набрал 336 килограммов и завоевал золото. Комментарии спортсмена и его тренера мы получили сразу же после завершения встречи с главой Анапы. «Разговор был о предстоящих Олимпийских игр. Это основное мероприятие. Сейчас Олег выиграл чемпионат России, который проходил во Владикавказе. Это было последнее отборочное соревнование к Олимпийским играм. Он попал в состав команды в первой муне. Ну и как бы готовимся. Будем надеяться, чтобы все было хорошо, без стран обошлось. Сборы. Сейчас у нас предстоит три сбора подряд. И если все нормально, значит, Рио-де-Жанейро с 5 августа». «С поддержкой главы нашего, и, конечно, мы делаем большие результаты. Сам такой город, что тепло море, он дает силы, конечно». Глава курорта подчеркнул, а наобчане гордятся своим земляком и пожелал спортсмену привезти с Олимпиады медали высшей пробы. А по словам Олега, по завершению спортивной карьеры он намерен заняться тренерской работой и развивать тяжелую атлетику в Анапе. И в продолжение темы спорта. Торжественное открытие 20-го первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет состояло вчера в Анапе. Церемония открытия прошла в спортивно-здоровительном комплексе Валейград, поселка Витязева. Анапа встретила юбилейный турнир, который по традиции проводится с 1996 года. Ирландия, Сербия, Болгария. На соревнования прибыли 176 боксеров из 28 стран всех континентов. На торжественном открытии спортсменов поздравил заместитель главы города курорта Анапа Сергей Козлов. Мы искренне признательны организаторам чемпионата Европы, что такое право предоставлено именно проводить соревнования в нашем замечательном курортном городе, городе воинской славы. Мне бы хотелось сказать, что спорт объединяет все народы, независимо от национальной принадлежности и линии. И хотелось бы, чтобы в это время, когда проводятся соревнования, не гремели пушки, не стреляли орудия и во всем мире поцарел мир. 20-й юбилейный турнир проводится на Кубани не случайно. Буквально за считанные месяцы до начала соревнований одна из европейских стран отказала организаторам содействия, в результате чего было принято решение о проведении первенства в Анапе. Когда стал вопрос первенства Европы среди молодежи, должно быть проходить в одних из странах Балтии. Ну, без объяснения причин, за два месяца до проведения Европы эта страна отказалась. И когда стал вопрос, кто будет проводить, потому что два месяца для организации таких крупных соревнований это очень маленький соревнований. Значит, нужно было как-то выходить из положения, и мы выставили свою кандидатуру, ну, чтобы эти соревнования, прошли. Значит, выставилась еще одна страна, вот это Румыния. Было проведено голосование исполкома Европейской конфедерации бокса, и 13 членов исполкома 9-4 было отдано в пользу Анапу. В первый день соревнований российские боксеры встретились на ринге со спортсменами из Англии, Болгарии и Ирландии в весовых категориях от 46 до 56 килограмм. По итогам первого дня россиянин Владимир Мнацакян одержал победу над англичанином Бутлером Коннором, а Никита Пескунов в весовой категории 52 килограмма победил болгарина Баяна Осенова. Первенство Европы среди юниоров продлится 9 дней. Окончательные итоги соревнований будут подведены 15 июня. Атамань приглашает гостей. В выставочном комплексе под открытым небом до 30 июня проходит благотворительная акция. Для организованных групп, учащихся средних специальных учебных заведений, цена входного билета составит 150 рублей, экскурсионного – 50 рублей. Вход для лиц, сопровождающих организованной группы, бесплатный. Для участия в акции «Атамань гостеприимная» необходимо не позднее, чем за два дня до посещения выставочного комплекса, направить заявку на электронный адрес meto.atamansobakamail.ru. При получении входных билетов в кассе комплекса нужно предоставить приказ учреждения на поездку организованной ученической группы и заверенный список участников. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране. В День русского языка по всей стране прошли тематические мероприятия, приуроченные ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В стране не остались также библиотеки и дома культуры Анапы. На территории старейшей библиотеки города, которая носит имя великого поэта, прошли чтение «Волнуют сердце» «Пушкинские строки». Присутствующие смогли услышать произведения, классика русской литературы и романсы на его стихи. В Центральной библиотеке в этот день прошла литературно-музыкальная гостиная «Золотой век русской поэзии», а в ДК Варваровке театрализованная постановка по сказкам Пушкина «Там на неведомых дорожках». Ребята не только увидели отрывки из нескольких сказок, но и получили возможность попробовать себя в роли актеров. Мероприятия, посвященные Дню русского языка, также прошли во всех сельских округах. По сообщению Кубани-Энерго, завтра 9 июня в связи с проведением ремонтных работ будет частично прерванное электроснабжение с 9 до 17 часов в Витязево, с 13 до 17 часов в Малом Разноколе, Большом Разноколе, Красной Горке, с 14 до 17 часов в Анапску, Усатовой Балке, Тарусе, на Рассвете и Заре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова «Кавказ»